Я получил, видите, тут собравительного письма не было, типа там какие-то комментарии. Человек показал, что он взял с моими семенами. Я доволен или я такой? Увидел бы пустые горшки, я бы сейчас валидол пил. Это во мне и те питомники. Ага, ура, пусть сдохнет и что купит. Вот это моя радость, вот это моя гордость. Но, дорогой товарищ, фамилии нету. Вы знаете, о ком речь идет, я предупредил. Вот. Это все растет у вас на подоконнике. Вон она, батарея водяного отопления. Вот. И все это после высадки. Знаете как? У вас ком этот распадется. Корешков-то вот так. Вот. Был бы еще торфяной стаканчик. Если бы буквально завтра высаживать, может, спасли бы. Чувствуют они себя плохо. Вот этот самый, это же абрикосы, абрикосы. Вот этот абрикосик ближний, слева и ближний. Он больной, он скорее всего умрет. Вот. У них вместо солнца потолок. Понимаете? Я понимаю одно. Рано просыпаешься. Угадать невозможно. Но невозможно угадать. Я с этим постоянно сталкиваюсь. И все равно обидно. Нельзя здесь выращивать на подоконниках. Сколько раз говорю. Проклюнулся. В горшок и обратно в холод. Чтобы как можно медленнее рос. Правда, бывают и так. И в таких случаях тоже головной боли бывают. Вот. Где разместить? Как разместить? Как не угадать? Ну вот, пожалуйста. Итак, друзья. Наша песня хороша. Это означает, что в Сибирь вернулась зима. Ну, ненадолго. Я просто хочу подчеркнуть, что мы не должны никогда расслабляться. Но сад должен быть такой, что ему на вот это вот все, плюс-минус, минус-плюс, было наплевать. Посмотрим, что получится. Сибирь вернулась. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok